Значит, с 2013 года в Киевском районном суде города Харькова слушается дело по обвинению Линник Романа Викторовича по части 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Значит, Ставицкому Валерию Павловичу, то есть мне. Значит, 6 февраля 2013 года в помещении магазина 21А423 на торговом центре Барабашова, где Линник Роман Викторович на тот момент работал продавцом швейных изделий, значит, он умышленно нанес мне телесные повреждения. Почему именно умышленно? Объясняю, ну, с моей точки зрения. Значит, на 6 февраля было назначено хозяйкой этого магазина, то есть частным предпринимателем землянка Наталья Александровна, у которой работал Линник продавцом, ревизия. Поскольку там возникли в клинику Роману Викторовичу вопросы по количеству товара. Мягко говоря, по документам была обнаружена недостача. На 6 февраля договорились прийти в магазин, сделать перепись товара, ну, по сути дела, провести инвентаризацию. Значит, я и моя жена землянка Татьяна Алексеевна, которая непосредственно присутствовала при этом, мы пришли где-то, ну, в 7, наверное, начало 8-го. Я открыл магазин, поскольку у меня есть допуск на открытие магазина. Мы вынесли манекены, которые там находились внутри, на улицу, расставили их в ряд между магазинами. Вынесли там специальные тумбы, на которых эти манекены стоят, чтобы улучшить обзор товара с манекенами. Магазин мы освободили, то есть там площадка внутри территории магазина была свободной. Где-то примерно в 7.30, ну, где-то около этого, может, чуть раньше, позже, значит, в магазин пришел ленник Роман Викторович. Поздоровался он, нет, я, честно говоря, уже не помню, уже 3 года прошло. Но вместо того, чтобы начать проводить инвентаризацию, он начал молча собирать свои личные вещи, которые находились в магазине. Ну, там какая-то одежда, обувь и еще что-то. То есть, ну, у меня создалось такое впечатление, что ленник от инвентаризации отказывается. И, честно говоря, если бы он ушел тихо и спокойно, значит, мы бы не стали поднимать никаких вопросов, поскольку он был сыном давней подруги моей жены, землянка Татьяны Алексеевны, которая уговорила его взять на работу к ее дочери, землянка Наталье Александровне. И лишних разборок и скандалов нам абсолютно не было нужно. Ленник несколько раз поднимался наверх на второй этаж по лестнице, то есть выносил там какие-то свои вещи. Ну, честно говоря, я за ним не следил, не наблюдал. Я занимался тем, что менял вещи на витрине, которая была непосредственно в магазине. А землянка Татьяна Алексеевна меняла вещи на манекенах, которые были на улице. Это уже был февраль месяц, то есть для нас зимний сезон уже закончился, и мы зимнюю одежду на манекенах и на витрине меняли на весеннюю. Затем, когда я стоял спиной к фасаду магазина, а там нужно сказать, что стекла вот примерно такие, как у вас, то есть там лухих стен нет, то есть передняя стенка магазина, она вся состоит из одних больших стеклов, то есть там просмотр и очень-очень хороший. Я как-то боковым зрением увидел, что Ленник подошел к двери, дождался, пока вышла землянка Татьяна Алексеевна с какой-то вещью с магазина, быстро закрыл, захлопнул дверь и закрыл на ключ изнутри. У него был свой ключ еще. Дело в том, что там система была такая, ключ был в резной замок и еще три навесных замка сверху, то есть у него был ключ к внутренней двери. Затем он подошел ко мне, схватил меня за плечо, развернул к себе рывком и сильно ударил в левую, в левую или правую, ну, наверное, кулаком правой руки в левую часть лица. Значит, я упал на пол, затем он меня поднял за куртку, таким вот образом, на мне была зимняя куртка, и нанес еще несколько ударов кулаком в лицо. Значит, я ногу упал на пол, затем он подошел и начал меня избивать и руками, и ногами. На какое-то время я потерял сознание. Когда я потом, через какое-то время, ну, может, 10, может, 5 минут, трудно сказать, сейчас в данный момент оценить, я поднялся, я увидел, что где-то на каком-то расстоянии линик стоит ко мне, недалеко от меня в магазине, дверь была закрыта, с той стороны стояла стеклянная дверь, и землянка Татьяна Алексеевна, что-то кричала и стучала, рядом с магазином находились люди, ну, это же торговый центр, продавцы, то есть они, в принципе, это все видели, но сделать ничего не могли, поскольку дверь была закрыта изнутри. Значит, линик подошел ко мне, ударил меня опять же в лицо, я опять упал на пол, и последнее, что я помню, значит, он занес тяжелый черный ботинок и ударил им меня по голове, то есть я опять потерял сознание. Затем, когда я через какое-то время пришел в себя, я видел, что линик стоит возле двери, он открывает дверь и выходит из магазина. Значит, в это время уже кто-то из окружающих обратился к охране, охрана позвонила в городской отдел милиции, который находится на территории рынка, и где-то около 8-10, наверное, пришли два милиционера, опросили быстро меня и Линника. Линник заявил, что это я на него напал, а он защищался. Значит, милиционеры попросили нас проследовать в городской отдел милиции, где я и Линник написали заявление. Ну, не заявление, а написали объяснение для начала. Линник в своем объяснении написал, что я напал на него, он, защищаясь, ударил меня только один раз и выбежал из магазина. Хотя фактически избиение, оно продолжалось где-то, наверное, 10-15 минут. Значит, количество травм там было вполне достаточное. Вот здесь в документах указано, в частности, какие повреждения мне были нанесены, что подтверждает и судебно-медицинская экспертиза, и показания свидетелей. Землянка Татьяны Алексеевны и еще двух продавцов, которые торгуют в соседних магазинах. Значит, по моему заявлению, Киевским районным отделом внутренних дел, тогда-то еще милиция была, было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений. Значит, после лечения, которое я проходил в дневном стационаре в 9-й поликлинике и в стационаре 25-й больницы, который находится на ХТЗ, значит, я был вызван следователю и направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Согласно которой, значит, у меня имелись множественные ушибы и ссадины на лице, на голове, на руках, на теле и на ногах. То есть, за один удар, как утверждает господин Линник, нанести такие повреждения, ну, было практически невозможно. И даже то, что я мог там упасть, но я не мог себе нанести сам, сам нанести себе такие повреждения на теле. И самое главное, что из этого, значит, у меня был ротационный подвывих первого шейного позвонка. То есть, мне какое-то время пришлось ходить в воротники от шанса. Было очень, кстати, это все малоприятно. И он до сих пор у меня, этот подвывих, остался. Потому что вправить его я попытался куда-то обратиться, но мне сказали, что если он меня сильно не беспокоит, то лучше этого не делать. Потому что хороших специалистов, которые это могут сделать, нет. И вот это подтверждение, кроме судебно-медицинской экспертизы насчет вот именно ротационного подвывиха, значит, оно подтверждено и в Институте травматологии, ортопедии имени Сетенко. Это что было понятно, именно как это все происходило. Значит, Линник в ходе следствия он отказался давать пояснение, ну, грубо говоря, свидетельствовать против себя. Значит, в деле есть заявление, где он письменно отказывается от очной ставки со мной и со свидетелем землянка Татьяны Алексеевны. Есть его письменное заявление, что он отказывается участвовать в следственном эксперименте и пишет, что поскольку он не носил к Ставицкому Валерию Павловичу, то есть мне, телесных повреждений средней тяжести. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 122 и дело передано в Киевский районный суд. Значит, хочу просто обратить внимание, что в ходе досудебного расследования, которое проводилось в Киевском райотделе, Линник вину свою признавал только частично, фактически, ну, так как написано в объяснении, что он ударил меня только раз, значит, о том, что он нанес мне телесные повреждения средней части, он тоже не признавал. И свидетелей, которые бы подтвердили его невиновность, он не заявлял. На первом судебном заседании, установочном заседании, которое проводил судья Зуб, значит, Линник тоже свою вину не признавал, признавал ее только частично, то есть в том объеме, как он написал в объяснении в городском отделе милиции, о том, что он ударил меня только-только один раз. На следующем судебном заседании, значит, Линник Роман Викторович принес ходатайство от общественной организации народная инициатива о том, что эта организация берет его на поруки, потом принес копию квитанции о том, что он по почте полностью возместил мне моральный и материальный ущерб, ну, материальный ущерб, это имеется в виду копии чеков на медикаменты, которые были потрачены на лечение. И обратился к суде Зуб с ходатайством о том, что с ходатайством закрыть уголовное дело против него и его передать на поруки общественной организации. Значит, согласно закона 47-го уголовного кодекса передать на поруки можно только того человека, который полностью осознал свою вину. Потом, как бы так сказать, он признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Но в ходе досудебного расследования Леник вину свою не признавал, чистосердечно раскаяния с его стороны никакой не было. А вот в ходе этого судебного заседания, когда он принес ходатайство, значит, он стал передо мной извиняться уже в ходе судебного заседания. Значит, я возражал против передачи его на поруки. И с таким же возражением выступил прокурор Киевской прокуратуры Рештаков. Ну, вероятно, значит, мы подали, я и адвокат подали свои возражения, письменные, судья Зуб. Ну, на следующем судебном заседании, значит, судья Зуб своей ухвалой установил, что согласно обвинительного акта 06.02 приблизительно 8 часов Леник, находясь на торговом месте 21.4 на ТЦ Барабашова, навместно в ходе конфликта с раннейшим знакомым Ставицким нанес ему деколька ударен руками-то ногами за подъявши останньому середньою ступенью тяжкості тілесного сходження. Так, в ході судового заседання обвинувачений Леник визнав вину скоєння інкримінованого йому кримінального правопорушення, просив звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. В зв'язку з передачою його на поруку колективи організації Харківська обласна громадська організація народна ініціатива, членом якої він є, причому пояснив, що позовні вимогу потерпілому Ставицькому, він також повністю візнає, і вже переказав всі кошти на його ракунок. Ну, далі написано, що я, як потерпівший, возражав проти цього. Я так понимаю, в цьому заседанні він повністю признал свою вину, да? Да. І зв'язався перед вами? Да. І все відмістив? Да. А почему ви возражали? А потому що я возражав, тому що не було чистосердечного раскаяния. Человек, в ході досудебного следствия, вину свою не признає. От очной ставки со мной, со свідетелем землянки, він відказується, заявляє, що він все буде доказувати в суді. І відказується від проведення следственного эксперимента, своєю рукою пишет о тому, що він мене, Ставицкому, телесних повреждень і середній тяжесті не наносив. Ну подожди, в цьому засіданні він признає повністю всю свою вину, правильно? Да. І частично признає? Він признає свою вину. Полністю. Але іде в тому, що не було судебного розбирательства по происходяшому именно на поміщенні магазини. Тобто, судебне засідання началося з того, що було зачитано його ходатайство передачи на поруки, потім було зачитано, ну по-моє, так, вже прошло 3 роки, я вже чесно кажу, вже не помню. Потім було зачитано мое возраження і возраження прокурора київської прокуратуры Рештакова, який теж возражав, тому що є явне нарушення закона статті 47, нет чистосердечного признання. Нет. Він не розкаювався. Тобто, у нього просто появилась возможность избежати уголовного наказання вот таким вот образом. Хотя, ще раз, я настаиваю на тому, що передача на поруки для Линника не є реабилитируючим обстоятельством. Він все равно в течіні років остається ще поднодзором. І якщо чоловік ни в чому не виноват, він должен був доказувати свою невиновність. Але він же цього не ставити? По каким? По каким-то обстоятельствам? Це, во-первых. Во-вторых, це ходатайство, яке було представлено від общественній організації, на той момент у моєго адвоката визвало дуже больші сомнення, що Линник действительно був членом цієї організації. І що действительно було це собрання, на якому члени цієї організації в тому, що в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому, судья, зуб, приняв решення, линника, от уголовної відповідність, освободити, і відповідність, на пороги відповідність, організація. відповідність, я і прокуратура київська, відповідність, відповідність, і відповідність, 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 вiesу жодних є поставлення суду, що, на 6-го, на 22-го, приблизно, ол. 8-го, линник, і маючі умыслу на заподдіюння, ставецькому, т.р. Куршкоджини. Описується, опять, ця ситуація, вона там бува. Опять же, допытанный судом заседания, обвинуваченный Линник свою виноватись в чине злочинного, перебаченную часть первой статьи 122 ККУ, визнав в повести полностью и пояснив, что действительно сдъяснив злочин, который ему инкриминовано, назначено в обминальном акте, обставины злочины не оскорил, пояснив причины и обставины скоиного. Так, під час допыту в судовом заседании Линник пояснив, що він 06.02.13. о восьмій годині, діючи навмисно в торговельному місті 21.4.23 на ТЦ Барабашова у Харківу, в ході конфлікту зараніше здаємось Ставицьким ВП, маючи умисло на западіння йому телесних блочкожень і т.д. Значит, і Линник після цього він вновь подав хадатайство о передачі його на поруки общественной організації. Хадатайство було один в один, яке було у суді зуб, т.е. з тими же ошибками, з тими же недочетами. І саме головне, що общественна організація не має права перебрати на поруки, поскільки члени общественній організації, як відказано... От конкретно суддя вказала, також суд зазначає, що колектив підприємства, установи чи організації, утворюють особи, які своєю праці чи навчанням беруть участь у його, її діяльності. Не утворюють з зазначеного колективу членів громадського об'єднання. Суду не надано даних про те, що Линник РВ перебуває з Харпівською обласною громадською організацією «Народна ініціатива» в трудових відносинах. Це був вопрос. Получається, що суддя ЗУП, який приймав рішення в 2013 році, він це обстоятельства не відчував. Далі. Значить, Линник подав апелляцію в обласной суд на рішення судьи Губской і йому відказали. І потрібно було далі розрахувати суддяке вже в обичному порядку. Тобто до цього все це дело розрахувалися в сокращенному варіанні. Тобто Линник розрахується, розрахується обстоятельства совершеного працювання, потім розрахується мотиви, потім розрахується свою вину, але при цьому невещественні доказування не розрахується. Але поскільки Линник йому було відказано передачу на поруці, він настояв на тому, щоб дело розрахували в полному об'ємі, тобто з привлеченням свидетелей, привлеченням вещественних доказувань. І після цього засідання, після цього засідання, яке було 24 апреля, суддя Губская фактически не змогла провести більше ні одного судебного результативного засідання. Тому що Линник почав писати відводи на суддю Губскую, почав писати відводи на судді, на судді, які розрахували відводи суддю Губской. Т.е. Київський суд занимався исключительно тем, що розрахував заявлення Линника. І кроме цього, він почав писати жалоби на суддю Губскую во всевозможні інстанції, вплоть до высшого куалізаційного суда. Ну, з моєї точки зрения, я так понимаю, що у судді Губська Яны Віталіни просто здали нерви, і вона написала заявлення на самоотвод от цього дела. Т.е. це ні в коїм злічі не говорить о тому, що Линник добився. Дело передали другому судді, да? Його не передають дело. Т.е. дело по електронному распределению, оно попало к судьи Диденко Сергею Аркадьовичу. Ну, і вот теперь получается, що це вже дело, по сути дела, розрахувається вже 2-й год. Значить, були допрошені свідетіли? Т. Давайте перейдемо до цесуального процесу. Я поняла, що касається Вашого конфлікта з Романом. Що, начиная з засідання, на якому ви присували, що там було і так, що… На якому засідання, имеється ввідо? Вот, в останній засідання, де ми присували, по матеріалу, який ми робили, що, які у вас там вопросы, можете озвучити? Де в тому, що, можу просто сказати, де в тому, що последній раз Линник був на судебному засіданні в марте місяце. Вот посчитайте, Линник лично присутствував. В 2012 році? Да. Значит, це прошло апрель, май, іюнь, іюль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. І тільки 1 декабря його задержали. На судебному засіданні в марте, якщо було вонесене решення? Значить, були заслужані свидетели. Значить, там свидетели, які були на торговому центрі, які, котрі, каже… Давайте к решенню. Решене сразу. Коє було решення суда? Коє було решення суда в марте, коли він в останній разу був на притсесі? Значить, там решення не було, як такового. Значить, були заслужані свидетели. І було назначено следуюче засідання, на якому були начатися дебатки. На коли було назначено засідання? Ну, по-моєму, на 25 марта. Не можу зараз вже точно сказати, це вже… Він явився на следуючий засідання? Від якраз на це засідання він вже не явився. Тобто, начиная, примерно, наверное, де-то с 25 марта, не можу зараз точно сказати, я могу, только нужно мне посмотреть документи. Значить, начиная с 25 марта, т.е. с того засідання, на котре суддя Деденко Сергій Аркадьович назначив дебаты, Значить, Линник не явился. Затем он начал подавать в канцелярию суда заявление на отвод судьи Деденко. Многочисленные заявления. Т.е. не успевали рассмотреть одно заявление, как тут же поступало другое заявление. І, по сути дела, в течении цих 8 місяців, ні одного судебного засідання не було. А то не було задержано. Нет, там вначале, нет, вначале, значит, ему, сейчас, сначала ему назначили привод, т.е. суддя шел по закону, он не нарушал закон, т.е. есть определенные профессиональные действия, которые сначала идет... Да, давайте вот по факту говорить. По факту. Ну, вот есть, например, вот решение, вот есть даже решение 25 лютого, 25 февраля. Значит, где указано, что Линник в судебное заседание 11.02-го, 18.02-го не являлся... Линник Павлович, давайте так, смотрите, мы уже поняли, он не являлся на судебный дебатк, на судебный слушание. Следующее заседание, на которое он явился, когда состоялось, какого числа? 1-го декабря, правильно? Мы же с вами об этом говорили, правильно? Да, да. Вот. Как он попал на это заседание? Его задержали где-то? Вот. Значит, его задержали. Дело в том, что... Почему его задержали? Я же... Значит, он пишет... Он ссылается на то, что судья, Диденко, нарушал закон. В том плане, что его не имели права задерживать. Его не имели права задерживать. Но дело в том, что вначале есть решение о том, что ему назначен привод. Все. Мы поняли. Решение об этом есть? Нет. Вы считаете, что его имели права задержать и повезти на суд, да? Нет. Нет. Вначале привод идет. Потом уже идет задержание. А потом уже он был объявлен в розыск. Он был объявлен в розыск. Вот 24-го выросня 2015-го года. Хорошо. Его разыскали, нашли... И доставили... И доставили в суд, да. Не... Не это самое... Конкретно... Первого числа состояло заседание суда, на котором было вынесено решение о том, что его должны были разыскать и доставить в суд для вынесения решения о избрании меры пресечения, которое не было принято в ходе досудебного расследования. И вот первого числа, первого декабря, ему было избрано мера пресечения содержания под стражей в сезон 27 сроком на 60 дней. Значит, следующее судебное заседание было назначено на 23 декабря. Значит, оно не состоялось, поскольку без объяснения каких-либо причин не явился его адвокат. Следующее заседание, которое... Вот на котором уже присутствовали, да, должно было состояться 20 января, но оно тоже фактически не состоялось. Но оно уже было заседание, правильно? Может, там присутствует? Да, да, да. Оно тоже фактически не состоялось, поскольку отсутствовал его адвокат. На этом заседании ему... Продлили срок содержания под стражей. То есть, вот дела обстоят примерно так. То есть, дело застряло на стадии дебатов, которые должны были начаться еще в марте месяце. А вот уже в марте месяце 2015 года, я настаиваю. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы по процессуальному процессу судебному? Нет, у меня как раз вопрос... Вы считаете, что все... Я считаю, что, да, все происходило правильно, все происходило законно, да. Я обращался несколько раз с заявлениями к судье Диденко, это еще было там, начиная, наверное, где-то в марте месяце, в апреле уже не могу сказать, о том, чтобы линейка разыскали, задержали и поместили под стражу для того, чтобы как-то сдвинуть вот этот вот судебный процесс. Но мне судья в этом отказывал. То есть, он вначале, значит, назначал привод, потом задержали. Какая-то ваша просьба была одолеть войну? Правда, ваше преступление? Да. А сколько? А прошло три года с момента... Фактически прошло три года с момента совершенного преступления. Дело в том, что и исковая давность по этому преступлению 6 лет. Если линейк еще протянет вот этого дела три года, то есть в 2019 году это дело автоматически... Его запросили. Теперь скажите...